В целях улучшения позиции Казахстана в рейтинге «Дуэн-бизнес» Всемирного банка, Министерством финансов проводится работа по следующим индикаторам налогообложения, разрешения неплодежеспособности и, как соисполнители, по индикатору международной торговли, по индикатору налогообложения. Я хотел бы сказать, что на самом деле по этому индикатору прогресс, если брать с 2009 года, он очень существенный. 2009 год – это 61 место, 10 – 53, 11 – 26, 12 – 16, 13 – 17 место. В 2012 году проведена следующая работа по улучшению факторов, которые влияют на данный индикатор, и сокращены формы налоговой отчётности и правила их составления ещё на 30%. Это постановление 30 ноября прошлого года. Реализуется совместный со Всемирным банком проект по реформированию налогового администрирования на пятилетний период. Предусмотрен конкретный комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование налогового администрирования в Казахстане. В целях комплексного изучения и периодового опыта налогообложения реализованы обучающиеся туры в Сингапур, Данию, Германию и так далее. И готовится целый пакет предложений по совершенствованию налогового администрирования. В 2013 году, как я уже сказал, эта работа будет продолжена по повышению качества услуг, оказываемых налоговыми органами, широким освещением в средствах массовой информации, организацией проведения разрешительных мероприятий о принимаемых мерах по совершенствованию налогового законодательства и администрирования. По итогам 2013 года ожидается улучшение позиций Казахстана по данному индикатору, в том числе за счёт улучшения составляющей времени, необходимой налогоплательщикам для выполнения своих обязательств. Следующий индикатор – разрешение неплодежеспособности. Как было отмечено в 2012 году в рейтинге Всемирного банка «Дуэнбизнес-2013», по индикатору разрешения неплодежеспособности Казахстан занял 55-ю позицию. В течение двух лет система реабилитации и банкротства находится в стадии активного реформирования. 17 февраля был принят закон по вопросам оздоровления конкурентоспособных предприятий. Предусмотрено разделение процедур реабилитации и банкротства. Не разделение этих процедур мешало реализации вообще процедур по реабилитации, поскольку это была стадия одного процесса банкротства. Введение в новые внесудебные ускоренные процедуры реабилитации, повышение эффективности действующей процедуры реабилитации, расширение прав кредиторов, в том числе залоговых, снятие адамбарьеров. За счёт усиления прав залоговых кредиторов реабилитационной процедуре отмечен положительный эффект по индикатору получения кредитов на 14 пунктов. На постоянной основе проводится работа по повышению информированности субъектов бизнеса в сфере реабилитации и банкротства. В части повышения эффективности проведения процедуры банкротства разработан законопроект о реабилитации и банкротстве, внесён в парламент в декабре 2012 года. В целях улучшения позиции по индикатору разрешения и платежеспособности основными задачами являются обеспечение принятия вышеуказанного законопроекта и подзаконных актов, усовершенствование методов госконтроля за проведением процедур реабилитации и банкротства путём создания информационной системы, единого реестра сведений о банкротстве, онлайн-подача претензий кредиторами, интеграционное взаимодействие с госорганами, камеральный контроль, систему управления рисками и так далее. В целях улучшения показателей индикатора международной торговли реализуется ряд мероприятий, направленных на снижение адам барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности. В соответствии с концепцией создания единого окна по экспортно-импортным операциям и планом по её реализации на 2011-2013 годы, утверждённым постановлением правительства от 3 июля 2011 года, ведётся работа по созданию и внедрению интеграционной информационной системы «Единое окно» по экспортно-импортным операциям. В 2012 году ТЭО из «Единого окна» получены все необходимые заключения, и во втором квартале текущего года планируется формировать требования к информационной системе, определить архитектурные решения и разработать информационную систему. В четвёртом квартале 2013 года планируется приобретение лицензионного программного обеспечения и аппаратно-технического оборудования для информационной системы. Хотелось бы отметить, что «Единое окно», вообще индикатор международной торговли зависит от деятельности многих госорганов, поскольку по экспортно-импортным операциям необходимо получить разрешение 14 госорганов по отдельным товарам. Всего это почти свыше 50 бизнес-процессов, и в соответствии с планами реализации электронного правительства, точнее блока, связанного с электронным лицензированием и электронными разрешениями, в 2013-2014 году планируются все бизнес-процессы, имеющие отношение к внешнеэкономической деятельности, информатизировать. В этом случае «Единое окно» будет как раз тем интегрирующим инструментом, который позволит участникам внешнеэкономической деятельности существенно сократить свои издержки, связанные с получением различных лицензий и разрешений. В 2012 году разработана информационная система электронного декларирования по процедуре экспорт. 24-28 декабря была апробация, сейчас в двух областях – в Астанальской и Карагандинской – у нас внедряется пилотный проект. В начале второго полугодия в опытную эксплуатацию мы запустим электронное декларирование по процедуре «Импорт», и в текущем году мы уже сможем в пилотном режиме, но в целом обеспечить возможность электронного декларирования, и это также будет являться уже, безусловно, результаты в целом по стране будут в 2014 году, это будет также очень важным направлением по сокращению издержек, связанным с международной торговлей. Ну и в целях исключения в пунктах пропуска дублирования и функций досмотра транспортных средств, грузов, товаров, пограничной таможенной службы утверждён в августе 2012 года совместный приказ, в соответствии с которым досмотр транспортных средств, грузов и товаров производится в установленных в специально оборудованных местах совместно с сотрудниками подразделений таможенных органов пограничной службы. Продолжится работа по анализу и внедрению Института Уполномоченного Экономического Оператора, ну и плюс ещё планируется целый ряд мер по совершенствованию таможенного администрирования, но это уже отдельный блок вопросов, я на нём не останавливаюсь. Спасибо. 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 Спасибо.